Да, и вот при этом практически все фракции представлены в Государственной Думе, а с их лидерами, вы знаете, мы встречаемся регулярно, полагают, что Федеральное Собрание готово взять на себя большую ответственность или большую ответственность за формирование правительства, аплодисменты. Это ожидаемые аплодисменты, но я думаю, что сейчас у вас будет возможность еще раз поаплодировать. Да слушайте, что я хочу сказать, уважительно к ним. А если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит взять на себя большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой обстановкой вопроса, согласен полностью, как обстоит дело сейчас. В соответствии с статьями 111 и 112 Конституции президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает главу кабинета, его заместителей и всех министров. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров, федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утверждаемые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц, аплодисменты и прочее, прочее, прочее. Ну да, видите, то есть чувак абсолютно четко строит систему, при которой он сможет контролировать президента, да, ну чем будет заниматься президентом, он рассказывает о том, что Россия при этом, уважаемый коллег, хочу подчеркнуть следующее, при этом убежден, что наша страна с ее огромной территорией, служба национально-территориальное устройство, многообразие культуры, исторические традиции не может нормально развиваться, я скажу, больше просто существовать в стабильной форме, парламентской республики, Россия должна оставаться сильной президентской республики, то есть лишая власти президента, должна оставаться сильной президентской республики. О чем он говорит? О том, что он будет закулисным президентом, об этом он говорит и очень четко, в России большая, поэтому нужно, чтобы управляла одна железная рука и прочее, 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 и эту херню мы уже слушали, там про национальных лидеров, то есть он пошел по пути к Аддафе, я думаю, что он также и закончит в жопу штыков. Ну, прозвучавшие сегодня предложения, конечно, не ограничивают круг дискуссий и так далее, и так далее. Нельзя забывать, уважаемые коллеги, что стало с нашей страной после 91-го, ну, в общем, короче, ужас 90-х, там страшные дела и так далее. И, значит, нужно прочную систему создавать. Что еще, считаю принципиальным и хотел бы особо подчеркнуть, поправки, которые нам предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а, значит, могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры. Они затрагивают фундаментальную основу. Назначение правительства – это фундаментальная основа. Это принцип разделения властей. Почему он говорит про парламент? Что с учетом общественного мнения, ну, там какой-то Овциом, да, Левада сходит, узнает общественное мнение, никакого референдума не будет. Никакого, понимаете? То есть, опять всех, на всех положено. И, считаю, необходимо провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок. Голосование. Какое голосование вов? Это референдум называется, сука. А голосование – это, знаешь, где голосование? На профсоюзном собрании оно на голосовании. Понимаете? То есть, четко записано в Конституции, что единственным источником власти является многонациональный народ, что он реализует свою власть путем референдума. Вова опять на референдум положил болт. Хотя, честно говоря, он просто боится всех, любых референдумов. Я думаю, что Вата проголосовал за то, что он предлагает. Или просто, или, может быть, бойкотировал бы все это. Вот он, может быть, этого боится. По результатам голосования вот этого и только по его результатам принимать окончательное решение. Голосование, не референдум. И вот, вы знаете, еще раз повторю. И только по его результатам принимать окончательное решение. Я ждал, когда он скажет про окончательное решение. Я ждал этого словосочетания. То есть, ну, все уже было. Великие идучи, фюрер, он же Путин. Какие-то небывалые исторические победы. Какой-то там патриотизм. Особый путь. Кругом враги. Да. Там чудо-оружие. Вандерваффе. Да. Вандерваффля. И оружие возмездия. Все уже было. У него есть чудо-оружие. Там какой-то кинжал. Да. И оружие возмездия. Какой-то там Посейдон, который должен приплыть там и взорвать. Осталось только окончательное решение. Если кто-то не помнит, что такое окончательное решение, словосочетание. Если вы наберете даже в интернете, вылезет сразу окончательное решение еврейского вопроса. Это решение фашистской Германии гитлеровцев об уничтожении евреев. Вот приблизительно то же самое. То есть, это окончательное решение русского вопроса. То, что он предлагает. Окончательное уничтожение России. Волк пытается. Ну, только он завуалированный. Я ждал. Я ждал этого словосочетания. Вот мой 6 января твит. Чтобы вы знали, что я вас не обманываю. Действительно. Кремлевские пиарасы назовут этот документ окончательное решение нищебродского вопроса. Похоже, Путин задумал прикончить бедность вместе с бедными. Вот абсолютно. Видите. Один в один. Так что для меня это совершенно... Они как открытая книга. Потому что они подонки. Ну, дальше я не буду. Там дальше лирика. Там аплодисменты, прощания, там братания, раздача теплых вещей нижним чинам на позициях. То есть, фуршеты и все такое прочее. Ну, ясно, без Путин. И что можно сказать про вот эту его речь. Я прошу прощения, что мало обращаю внимания на чат. Но пытаюсь как-то сосредоточиться на вот том говне, который он там вылил. Ну, ясно, без Путин. Субтитры сделал DimaTorzok